Всем привет! Меня зовут Ирина и я сегодня вам покажу, как готовить наши знаменитые американские панкейки. Рецепт давно есть на сайте, но он до сих пор вызывает много вопросов, поэтому мы сегодня его вместе разберем. Я уменьшила порцию из того, что у нас есть на сайте, ровно в два раза. Итак, у меня стакан муки и стакан молока. Какой объем у стакана в целом не важно, главное, чтобы они были одинаковые. Муку мы высыпаем в чашу, добавляем сюда 1 полную чайную ложку разрыхлителя. Заменять на соду нельзя, делать меньше разрыхлителя нельзя, что-либо с этим менять тоже нельзя. Я вот добавила 1 полную чайную ложку и еще 3 четвертых. Сюда же сразу добавляю немного соли, соль просто подчеркнет вкус блюда, это не обязательно. И хорошенько перевешиваем венчиком. Для чего мы это делаем? Сейчас мы насыщаем нашу муку кислородом, тем самым, когда мы будем печь панкейки на горячей сковородке, кислород будет от горячего воздуха подниматься вверх и поднимать наши панкейки, соответственно, тоже наверх. Если вы этого не делаете, то, скорее всего, вы получаете потом очень вкусные плоские лепешечки, но уже не панкейки. Итак, хорошенько здесь все перемешали венчиком, все смешали однородно, чтобы не было какой-то части муки с большим количеством разрыхлителя, какой-то части муки с меньшим. Я сегодня использовала разрыхлитель от Spice Expert, но приготовила еще показать, что неплохой, очень хороший разрыхлитель у компании Dr. Edgar. Пожалуйста, выбирайте любой. Купите разрыхлителя домой сразу побольше, он очень хорошо хранится, у него в целом нет такого понятия, как срок годности. И все же это не сода, вернее, не совсем, это часть соды и часть лимонной кислоты, поэтому оно не портится и ничего с ним не становится. В отдельную чашу я добавляю 2 яйца, у меня они крупные, тем же венчиком разобью желтки и немножечко все вместе смешаем. Нам здесь совершенно не нужен миксер или какие-то очень сложные манипуляции, все достаточно просто. За что я люблю этот рецепт, что его на самом деле утром приготовить на завтрак очень просто. Теперь начинаю добавлять сахар, сразу весь. Сахар помимо сладости дает еще цвет нашей выпечки. Чем больше сахара, тем карамельней и румяней будет цвет. Соответственно, скажем так, совсем не использовать сахар здесь нельзя. Я добавила 3 столовые ложки, потому что я сладкоежка. И сегодня в офисе я кормлю мальчишек, они у нас, как обычно, тоже сладкоежки. Вот Марк сейчас прямо улыбается от радости и умиляется, что у него сегодня будет завтрак на обед. Из очень вкусных сладких панкейков. Вот тут сейчас перемешать нужно хорошо, для того, чтобы весь сахар растворился. Но саму смесь можно взбить, можно не взбивать. Это в целом не играет роли и значения. Я взбиваю просто для того, чтобы это все было сейчас быстрее, чтобы сахар быстрее растворялся. И я добавляю молоко. Молоко я достала сильно заранее, потому что все ингредиенты должны быть одной температуры. И яйца, и молоко я достала, наверное, час назад. Так сахар быстрее растворится. Если бы я добавила сейчас очень холодное молоко, прямо из холодильника, то у меня бы сахар не растворился. И я начинаю включать нашу плиту. И теперь в эту смесь я добавляю сразу всю муку. Быстренько все это замешиваю. У нас получится тесто, как сметана. Если у вас жидкое тесто, то добавляйте еще муку. От чего зависит? Зависит от размера яиц. То есть все два яйца у всех будут разные. Кто-то использует очень крупные яйца, кто-то мелкие. Я сейчас брала из расчета, что яйца у меня мелкие. Но по-хорошему я должна была использовать полтора яйца, а не два. Поэтому, возможно, я сейчас еще немного муки добавлю. Посмотрим. Опять же, если вы вашу смесь делаете раньше, чем вы пекаете, то мука разойдется, и тесто станет гуще. Поэтому не торопитесь сразу всю муку добавлять. Так как именно этот рецепт на сайте у нас есть, мы все-таки любим вам показывать что-то новое. Сегодня мы в этот рецепт что-нибудь добавим и сделаем его интересней. Можно ничего не добавлять, выпекать сразу. Зависит только от ваших предпочтений и желаний. Итак, что можно добавить? Смотрим, что у нас есть. У нас есть мак. Можно добавить мак. Ты любишь мак, Марк? Марк любит. Можно сделать интересней. В этом морозильнике всегда есть что-нибудь вкусное, я знаю. Я часто сюда что-то покупаю. Итак, у нас здесь есть вот такие замороженные ягоды. Есть арония быстро замороженная. Вот такая вот. Ее можно купить в макро, ее можно купить в корзинке. А есть уже открытая черника. За что я их люблю? Это действительно быстро замороженные ягодки. Видите, они все цельные, они не куском. Марк, любишь чернику? Марк все любит. Это прекрасный человек, благодарный на все. Я добавляю сюда чернику. Прямо на глаз. Я не знаю, сколько я добавила. Ты очень любишь чернику? Марк очень любит чернику. Окей. У нас будут очень вкусные панкейки с черникой. Сюда же сейчас можно добавить и мак. И будут панкейки с черникой и маком. Я этого делать не буду. Потому что, кажется, я мак не люблю. Я не помню. Кажется, я не люблю мак. Вот смесь наша сразу стала другого цвета. Это у нас черника начала отдавать все свои цвета. Ставим разогреваться сковородку. Лучше использовать или блинную, или сковородку с хорошим покрытием, которой ничего липнуть не будет. Смотрите, я совсем слегка смажу маслом. Потому что сковородка у нас очень хорошего качества. И я точно знаю, что липнуть не будет. А я не хочу сейчас сделать какую-то жирную выпечку, жирный завтрак. Если вы в своей сковородке не уверены, то лучше, конечно же, лейте масло побольше. Так, огонь у нас должен быть чуть ниже среднего. Не гореть, не сильный, но и не совсем маленький. Смотрите, какая красивая смесь получилась. Сейчас, к сожалению, при выпечке она, конечно же, не будет уже вот такой красивой. Она начнет загорать. Вот мне сейчас кажется, что тесто у нас жидковато. Еще, тем более, мы добавили ягодки. Они сейчас размораживаются, то есть с них выходит сок. Поэтому я добавлю еще чуть-чуть муки. Я добавила в наше тесто еще столовую ложку муки. Хорошенько размешала и выпекаю на разогретой сковородке. Ложку я тоже заменила на из-под мороженого. Это оказалось удобней. Выливаем тесто. Ждем, когда оно все запузырится. После этого отсчитываем примерно секунд 30 и переворачиваем панкейк еще на 30 секунд. Итак, смотрите, наше тесто поднялось, запузырилось. Оно сейчас легко переворачивается. И выпекаем еще на второй стороне примерно 30 секунд.